Приходится постоянно запас вот этот пополнять. Дозы большие достаточно. Ну и самое главное, ничего не помогает. Эту корзину жительница Барнаула Алена, назовем ее так, собрала за три недели. Началось все с температуры в 38 градусов. Тогда и выписали азитромицин. Через несколько дней без изменений к нему добавили еще один антибиотик. Еще через неделю девушка настояла на рентгене. Оказалась пневмония. Антибиотиков стало еще больше. Вот последний чек. Порядка тысячи рублей. Завтра мне предстоит новый поход к терапевту. То есть, скорее всего, будет меняться антибиотик, так как изменений с последнего визита никаких. В общем, Алена выложила аптекам уже 10 тысяч рублей. Правда, пневмонию, говорит девушка, букет лекарств не взял. А вот Анастасия перенесла коронавирус бессимптомно. Случилось это в октябре, организм восстанавливается, и к этому этапу девушка подошла серьезно. Говорит, антитела явление временное, поэтому нужно поддержать иммунитет. Сдала анализы, купила витамины. На диагностику ушло порядка 6 тысяч рублей. И сейчас витаминная терапия ушла около 5 тысяч рублей. То есть, в сумме 11 тысяч, но, возможно, будут еще затраты, потому что не все витамины я еще выкупила. Дорогое лечение и восстановление стало поводом для жителей края надеяться на помощь с лекарствами. Президент объявил об этом неделю назад. А вот пару дней назад в соцсетях написали, что препараты начнут выдаваться следующей недели. В Краевой Минздраве это опровергли. Нет, 87 миллионов в регион пришли, но выдавать лекарства пока не могут. Минздрав Края направил заявки в Минпромторг и Минздрав РФ с учетом количества пациентов, которым необходимо лечение. Сформированы наборы препаратов для лечения ковид в амбулаторных условиях. Подписано соглашение с Минздравом РФ, в рамках которого за счет выделенных средств в амбулаторных условиях должно быть проплачено не менее 11 тысяч больных ковидом и вирусными пневмониями. При этом получателям лекарств будут либо больные с вирусной пневмонией, либо с подтвержденным коронавирусом. Даже поэтому не стоит полностью рассчитывать на поддержку. По информации сотрудников Минздрава, с учетом всех процедур обеспечивать лекарствами начнут через несколько недель. Анастасия Дорога, Николай Шелко, День с толком.